Давайте двигаться дальше. Поговорим немного теперь о как раз том вильнюском саммите, на который мы возлагали большие надежды. В итоге прозвучали заявления, в том числе от Джо Байдена, что упрощенной процедуры не будет. Конкретного приглашения в НАТО на этом саммите также ожидать не стоит. Об этом заявил директор, глава НАТО Йенс Толтенберг. Но вот однако неожиданные новости пришли из Франции. Как пишет издание Лемонт, Франция намерена поддержать вступление Украины в НАТО. Хотя ранее такую перспективу отвергали и Берлин, и Вашингтон. Чаще звучали заявления о гарантиях безопасности, которые может получить Украина на своем пути к членству в Северноатлантическом альянсе. Хотелось бы Вашу получить мысль о том, как Вы считаете, какие гарантии могут подойти Украине. Потому что мы понимаем, что скорее всего вооруженные силы других стран вряд ли будут принимать в этом участие. Сложно будет привлечь к этому военных из стран НАТО. Если говорить о поставках вооружения, так они у нас и сейчас есть. То есть чем, грубо говоря, те гарантии могут отличаться от тех поставок, которые мы имеем сейчас. Можете объяснить, пожалуйста? Пока у нас не будет восстановлен ядерный статус, не все остальные бумажки это будут просто бумажки. Нельзя написать, вернее, можно написать на формате А4 гарантии безопасности, но максимум, что можно с ними сделать, даже в туалет не сходишь. То есть, по большому счету, это просто бумажка, на которой что-то написано. Потому не нужно тешить себя иллюзиями. Ничего не будет из реальной. А сказать можно что угодно, особенно политики, для того, чтобы свою значимость как-то поднять. Они могут размахивать бумажками, на которых вдоль и поперек написано гарантии безопасности. Показывать это народу, рассказывать, что вот какие мы гарантийные безопасники. Но не более того, 100 тысяч человек мы за год потеряли. Вот из-за этих разговоров, не слушания предупреждений Буданова и за гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму. То есть, вот цена этих всех гарантий. Пока у нас не будет ядерного оружия, пока в нашу сторону косо начнут бояться смотреть наши соседи за счет как раз размещения ядерного оружия, пока у нас никаких гарантий не будет. Потому украинская земля в этом смысле будет землей с гипотетическим, теоретическим лунным ландшафтом, который может она превратиться. А вот вернуть себе ядерный статус можно тремя путями. Первый – это вступление в НАТО, получение ядерных зарядов или носителей ядерных зарядов на нашу территорию. И с носителями, естественно. Второй путь – это восстановление, запуск процесса производства ядерного оружия. У нас 15 реакторов, у нас есть урановые рудники, у нас есть инженерно-техническая база для производства ядерного оружия. И третий вариант – спросить у Израиля, где они взяли свое. В Голден Мэйр не спросим, но, по крайней мере, у ее последователей можно спросить и, в конце концов, отвечать также. У нас нет ядерного оружия, но, если надо, мы его применим. Вот довести хотя бы до этого уровня. И это будет реальная гарантия безопасности. Все остальное – это просто разговоры политиков. И по-русски это называется очковтирательство, а по-украински – окозамыливание. Ну, а вот сейчас Путин перемещает ядерное вооружение на территорию Белоруссии и говорит, это не нарушение договора о нераспространении, так как это ведь наше оружие, мы просто там его размещаем, однако не передаем Белоруссии в пользование, скажем так. А есть ли вероятность того, что, например, при условии вступления Украины, например, тоже НАТО или не вступлений, но так могут поступить и какая-нибудь из стран наших партнеров, разместив свои ядерные боеголовки уже на территории Украины? Я же об этом и говорю. То есть это самый оптимальный вариант. Причем использовать не будет Путин перемещать оружие, не будет передавать Лукашенко, он его боится, как огня, потому что как только Лукашенко получит в руки управление ядерным оружием, он первого, кого пошлет по курсу русского корабля, это будет Путин. Он ему мешает, мешает, уже мешает, ему опасно с ним за одним столом сидеть, то есть он это прекрасно понимает. Потому Путин ему ядерного оружия не даст, а вот эту риторику надо обязательно сейчас использовать как раз для выполнения вот таких задач. Путин готовится передать ядерное оружие и мы готовимся его принять. Вопрос только от кого? Сначала надо эти вопросы поднять с нашими партнерами. Сегодня у нас гипотезически только три страны, которые могут у нас разместить ядерное оружие. Это Франция, у них где-то под три сотни боеголовок. Это Великобритания, у них где-то чуть больше сотни боеголовок, которые есть. Ну и Соединенные Штаты, у них больше полутора тысяч боеголовок, сотенку, допустим, бомб Б-61-12 могли бы подбросить, мы бы точно не были против и нашли бы где их расположить. То есть вот эту риторику, это режим Айкидо, используя силу противника в своих целях. И это надо делать вот именно сейчас, пока эта риторика держится в информационном пространстве, нужно требовать, начинать требовать размещения у нас. Либо уже запускать процесс, особенно после 12 июня, когда мы получим отказ от вступления в НАТО, мы его получим именно отказ, нас не возьмут в НАТО на этом саммите. Получим отказ, то после этого, используя опять же того же Байдена. Байден же говорит о чем? Что может применить Путин ядерное оружие, значит нам надо начинать производить или достать ядерное оружие в мире. В конце концов, на черном рынке можно что угодно достать даже звезду с неба, если это будет надо и будут заплочены определенные деньги. Потрясающе интересный тезис, Роман Григорьевич. Друзья, если вы не поставили лайк в начале нашей беседы, самое время это сделать, для того, чтобы больше людей услышало то, что говорит сегодня Роман Григорьевич. Двигаемся дальше, интересная информация появилась в российских СМИ, якобы в рядах оккупантов на войне в Украине были ликвидированы так называемые авторитеты из 10 криминальных российских кланов. Ранее российские СМИ писали, что лидеры преступного мира поддержали войну, с ними получилось договориться, объявили вербовку заключенных тех же, например, легитимной по воровским законам. И вот на самом деле меня эта информация вот в двух аспектах, во-первых, заинтересовала. Хотелось бы услышать, как вы считаете, как удалось договориться действительно с теми, кого называют воры в законе, для того, чтобы они на каком-то образном сходнике, извините, я не факт, что правильно это называю, но на каком-то сходнике признали, в общем, что абсолютно, как это сказать, по масти, по масти служить, потому что раньше было не по масти. И второй вопрос, не может ли Россию теперь ожидать, ну или в перспективе ожидать какая-нибудь криминальная война, бан за влияние, потому что если аж 10 криминальных кланов лишились своих верхушек, то кто знает, к чему это может привести? Ну это, скорее всего, пытались, по крайней мере, через боевые действия получить амнистию или как-то выйти из тюрем и попали под раздачу, попали под удары наших средств поражения и были отминусованы. Никто специально этого не делал, нет селекции у нас по этим направлениям. Ну а то, что как могли, допустим, обойти закон, причем один из основных законов воровского мира, то есть не служить, а так как Путин это один из, ну в принципе, раз он начальник силового блока, это значит главный мент. И то есть они присягнули главному менту, это значит стали сученными по их законам, а это еще и провели через какую-то коррекцию. Ну это их проблема, в принципе, это их мир, они сами эти законы писали, они сами их и переписали для выполнения каких-то задач. Ну продолжение это же никакого не имеет, особенно после того, как был принят указ, и он, кстати, с военной точки зрения очень правильный и грамотный, с 1 июля перевести все незаконные военные формирования в подчинение Министерства обороны, то есть перезаключить контракты и рассредоточить их по воинским частям. Армия, ни одна армия мира не потерпит ни внутри себя, ни рядом, не включенного в ее систему, ее орбиту управления. Это жесткая централизованная структура, и она либо перемелет, либо поглотит, либо уничтожит любую такую внешнюю силу. Потому, я думаю, сейчас будет это все пересмотрено, действительно до июля перезаключат договора, ну а Пригожин, который, наверное, откажется все-таки от таких действий, ему будет предложено выехать в Африку, то есть уйти с поля боя. Ну, хотя это может быть тоже первая причина, как раз, если выстраивать причинно-следственные связи, правильные с этой причиной, то сначала была тема, как выехать и уехать Пригожину вместе с ОПГ в Африку, а дальше придумали механизм, вот как, не попадая под уже действия законов об измене или о бегстве с поля боя, выйти из этих боев. И это может быть тоже. Посмотрим, что будет 2-го числа, то есть после действий ОПГ Пригожина будет понятно, для чего затевался это принятие закона. Ну, вообще, да, эта история, она на самом деле получила вот развитие, еще военный преступник Путин публично, наверное, впервые раскритиковал Пригожина и поддержал Минобороны в конфликте с Вагнером, хотя имя Пригожина и не назвал. Он заявил, что действительно в армии, мол, неприемлемо, когда нету единоначалия, когда личные интересы становятся там выше государственных, говоря как раз о, ну, вопрос был задан именно у Пригожина. Ранее Путин выступил уже во время встречи с этими пропагандистами за то, чтобы ЧВК Вагнер подчинялись, с Министерства обороны, ну, а Пригожин, в свою очередь, назвал это все путем позора, напомню нашим зрителям. И да, сказал, что никаких контрактов, он даже предложил Шойгу, если я не ошибаюсь, какой-то альтернативный якобы контракт, там написано о том, что все контракты все равно будут заключаться непосредственно с Пригожиным, мы будем сотрудничать с Министерством обороны, но вагнеровцы должны иметь право или вета, или решающего голоса в вопросах, которые касаются, значит, боевых действий. Однако, если уже сам Путин, как бы, ну, склоняет к тому, что подписались контракты, почему артальщица так Пригожин, то есть, если это креатура российского диктатора, то почему он так отбился от рук, скажем? Значит, тогда, если это так, это, значит, причина как раз была не подписание контракта, а причина, как ему уйти с поля боя. То есть, они сначала поставили задачу уйти в Африку, уйти с поля боя, а дальше придумали прикрытие этого ухода, то есть, вот такое отношение, и в конце концов он будет вроде как выдавлен, то есть, это уже даже по разным законам, и военным, и тем же воровским, это уже, получается, не нарушение, то есть, его, получается, выгнали за то, что он не выполнил определенные задачи. Потому, я думаю, все-таки первая, это причина, это как раз попытка Пригожина спасти ОПГ и попасть в Африку. А все остальное, это просто информационное прикрытие этого действия. Много кто заметил, что вообще риторика Пригожина, его стиль, назовем так, очень поменялся в последнее время, но начиная от того, что поменялся, значит, шеврон самого чувака Вагнера, да, это мелочь, но все же, то есть, вместо черепа, там теперь звезда. Так еще и вот стал более, скажем так, дипломатичный в своих высказываниях тот же Пригожин. Вот, как метко заметил Майкл Наки, что вот когда один из вагнердцев перешел в ряды РДК, то раньше бы старый бы Пригожин, наверное, пригрозил бы ему либо изнасилованием, да, каким-нибудь неестественным способом, или просто пригрозил бы тем, что размажит ему голову кувалда. А тут он просто сказал, мы убьем его честно на поле боя в ходе битвы, ничего, перешел, типа мы все равно на поле боя, типа, воюем лучше, поэтому он все равно умрет. То есть, достаточно такой дипломатичный ответ получился. Как вы думаете, с чем связано вот изменение этой риторики, попытка как будто такое чувство, что все-таки вот поменять образ от такого головореза на уже какого-то такого защитника, вот обычного простого солдата? Нет, это просто боязнь за свою жизнь. Дело в том, что после того, как ЧВК «Вагнер» было признан террористической организацией, они попали вне закона, то есть их можно уничтожать везде, где бы только они не появились. И любыми способами, любыми методами, в любое время. Поэтому Пригожин, понимая, что его ждет впереди, пытается как-то отгородиться от и заявлений, и действий, то есть как-то отгородиться от ЧВК «Вагнер» любыми способами и тем, в том числе и вот такими заявлениями на определенные действия. То есть я и хата не моя, и что это за ЧВК, я их глаза не видел, не знаю, никакой не террорист, я еще и уважаю военные законы. То есть вот его попытка действий. Может быть, как-то она его спасет, но не на длительное время, пока он будет под охраной, пока он будет как-то себя оберегать. Но время такая штука, оно быстро течет, а такие вещи не забываются. Террористические и военные, особенно военные преступления, они же срока давности не имеют. А если уже в режиме террориста, так никто же судить уже не будет. То есть сразу приведут приговор в исполнение. Он им уже озвучен, они стали террористами, значит, людьми вне закона. Потому подлежат уничтожению, где бы их никто не поймал. Ранее Пригожин высказывал желание поехать, значит, держать оборону в Белгородской области, чтобы всякие, значит, русские добровольцы не могли прорвать границу и устраивать разного рода мероприятия в приграничных областях. В итоге не добрались туда пригожинцы, но добрались туда кадыровцы. Вот, значит, военный преступник Кадыров опубликовал фотографии, видео, где, значит, позируют на контрольно-пропускном пункте в Белгородской области его наемники. И вот с одной стороны, да, вот некоторые мои собеседники озвучивали такой тезис, что, мол, Кадыров так хотел в Белгородскую область для того, чтобы вывести своих бойцов с линии фронта, для того, чтобы сохранить своих людей в преддверии возможного передела власти в Российской Федерации. Однако охрана Белгородской области, охрана границы, это тоже очень политически ответственно. А вдруг все-таки не получится, например? Это же какой позор тогда будет? Почему на это, вот как вы считаете, почему на это пошел Пригожин? Ну, Кадыров хотел действительно вывести войска. Да, Кадыров, прошу прощения. Да, да, я понимаю, да. Кадыров действительно хотел вывести войска, особенно после больших потерь в районе Маринки. Они определили момент, когда российские войска потеснили наши части в Маринке, практически уже выдавили наши части из Маринки. После этого решили на лихом коне, на арабском скакуне туда заскочить в Маринку и себе соплю на грудь прилепить очередную завзятие города, при Донецкого, по крайней мере, одного из придонецких населенных пунктов. А там не сложилось. Заскочить-то не заскочили, только из кокуна убили. И несколько всадников, а то и несколько, очень много наши войска отработали, завалили. А дальше пошла обратная реакция. Они просто с историей не дружат. Если бы они посмотрели, как проводятся операции в районе Маринки, так украинские войска запускают в Маринку части российские, а потом по пристреленным точкам отрабатывают артиллерии или подрывают заложенные заряды и занимают обратно Маринку. Так уже проводится разу в 10, наверное. Вот в один из таких периодов заскочил Кадыров. Естественно, на противоходе и его поймали наши части, начали отминусовывать. И он захотел, резко захотел охранять Белгородскую область. Я бы не удивлюсь, если бы они захотели Сахалин от японцев охранять. Ну, тоже неплохо. И рыба красная, и икра, ну и т.д. Потому, скорее всего, это вот это действие. Больше надо все-таки в информационном поле. И, во-первых, себя поднял. За него же забыли на несколько, особенно после того, как у него почки распустились, весенний распуск был. За него на полгода где-то забыли. И вот сейчас он решил о себе вот таким способом в информационном потоке напомнить. Не более того, ничего не будет. Кадыров опять где-то пропадет еще на полгода. Я думаю, уже до развала России сильно его слышно не будет. Ну да, он пытался привлекать внимание на Медне, истеря у пропажи своего дорогого брата якобы на украинском фронте. Сейчас Кадыров ходит по российским федеральным телеканалам. Ну, в прямые эфиры выходят, я имею в виду. И рассказывает про то, как он обвел вокруг пальца украинскую разведку. Хотя украинская разведка-то на самом деле даже никак не отреагировала на предложение Кадырова. О том, что, мол, расскажите, по каким позициям вы били, а я вам за это денежное вознаграждение. То есть такое предложение было от Кадырова, украинская разведка никак не отреагировала. Как вы считаете, да? То есть это просто и лишний раз привлечь к себе внимание. Вот это вот вся была история, которая продлилась меньше дня, по большому счету. Утром Кадыров заявил о том, что его, значит, родственник мог быть ранен или погиб на украинском фронте. А вечером, ха-ха, смотрите, вот он, значит, как я всех обманул. Хотя вроде как никто даже внимания не обратил. Ну, это по законам жанра разгона информации. То есть держаться надо в информационном поле за счет каких-то скандалов. Допустим, актеры держатся за счет сексуальных скандалов. Тот с кем переспал, тот с кем, ну и т.д. и т.п. Ну, а у Кадыровов, вернее, вот таких товарищей, они держатся за счет каких-то придуманных операций, боевых операций. Или сами в которых участвуют, либо по ним кто-то участвует. Ну, а дальше они выходят на гребень волны информационной и пытаются на ней удержаться, ну, какое-то время. Хотя такая новость живет, ну, сутки не больше. То есть на второй день она уже просто неинтересна. На второй день придумывается следующая новость. И вот пытается как-то по этим волнам информационным плыть. Опять же, для внутреннего потребления. Это не для нас, это не для мира. Это у него задача для того, чтобы у себя там в Кадырии как-то висеть в информационном пространстве. Ну, и по России, чтобы разгонялись эти информационные волны, не более того. Тем более его, наверное, гложет все-таки зависть к медийной империи Пригожина. Как бы кто к Пригожину не относился, но медийная империя у него и фабрика троллей, ботов у него довольно-таки неплохо работает. Особенно те, которые работают из мест лишения свободы. Сидельцы используются для выполнения такого рода задачи. Разгона боты, троллей. Ну, то есть у него большой такой ресурс есть. Он им пользуется и, естественно, выполняет задачу разгона информации. Кадырову до него далеко. Тут, может, даже не пытаться с Пригожиным в этом смысле соревноваться.